На мой взгляд, для российских компаний из триады, из которой составляется СОК, то есть технологии, процессы и персонал, наибольшей проблемой является третий компонент. Есть технологии, уже достаточно зрелые на рынке, есть консультанты, которые могут выстроить процессы, но создать качественный коллектив, способный решать проблемы инцидент-респонза, для многих это становится непреодолимой задачей. Я считаю, что это главная проблема на сегодня. В целом, уровень зрелости российских СОК находится по пятибалльной шкале классической зрелости на уровне 1-2, то есть едва мы переходим к повторимости процессов, однако они все равно эффективны, то есть об этом говорит хотя бы то, что их не закрывают, и в любом случае хоть какой-то СОК лучше, чем никакого. Если говорить о распространенных ошибках при построении СОК, то часто о СОК думают как некоторые технологии, забывая о физической компоненте. Был кейс, о котором мне известно, когда строительство СОК был задержан на полгода из-за того, что просто нельзя было обеспечить эту структуру электричеством, то есть в здании, выделенном под СОК, просто не хватало мощности, об этом никто заранее не подумал. Первая проблема, с которой часто сталкиваются, это распыление усилий, то есть люди сразу переходят к строительству каких-то там небоскребов, распыляют усилия на функции, которые для СОК являются вторичными, то есть, например, аварно, взаимодействие со СМИ, какое-то там администрирование средств защиты и так далее, забывая о ключевых процессах, на которых СОК, собственно, строится, это процесс обработки инцидентов. Часто звучит тезис о том, что СОК является некоторой коинтессенцией, вершиной, так сказать, построения информационной безопасности в организации, не могу с этим согласиться, это просто одна из компонент, и если остальные компоненты информационной безопасности находятся на, так сказать, недостаточном уровне развития, то эффективный СОК будет крайне низко. Эта позиция, она в первую очередь продвигается вендорами, интеграторами и зачастую самими заказчиками при обосновании бюджета. На модную тему гораздо проще получить финансирование, и я сталкиваюсь с случаями, когда СОКом в компании называлась, по сути, вся информационная безопасность, потому что под таким соусом она гораздо лучше продается. СОК-форум событие уникальное, на мой взгляд, по крайней мере, прошлый год показал, что там действительно интересные дискуссии, меньше значительной рекламы, чем на других таких мероприятиях. Все, кто занимается темой СОК, я думаю, для них будет очень полезно туда прийти. Тема полна дискуссий, и, собственно, вот результат этих дискуссий за весь год подводится на СОК-форуме, можно как бы синхронизироваться там со всем комьюнити, очень рекомендую там быть. СОК-форум.